Добрый день, уважаемые маестранты! С Вашего позволения я начинаю очередную тему нашего курса. Тема называется «Традиционные и инновационные методы и формы обучения». В педагогической практике извечным вопросом является «Кого учить? Чему учить? И как учить?». И последний вопрос «Как учить?» выносит нас на методы, то есть способы, как и каким образом студентам, магистрантам излагать содержание того или иного курса и, конечно, той или иной темы этого курса. Когда мы говорим о методе, это греческое слово объясняет, как и каким способом решить ту проблему, ту задачу, которая стоит перед человеком. В данном случае, как и какие методы преподаватель использует в своей педагогической практике, мы об этом сегодня поговорим. Четыре года учебы на бакалавриате вы многое из этой области знаете. Конечно, социально-гуманитарные науки, естественные науки, технические науки по своему содержанию, по методу преподавания, имеют свои отличительные особенности. Методов обучения множество. И какой из этих методов применяет наш преподаватель, в частности, я в своей деятельности, всё это зависит от объёма, от специфики, от содержания образования. И, безусловно, необходимо учитывать интеллектуальный, познавательный уровень студенческого коллектива, студенческой группы. Наиболее обоснованным в педагогической практике это использование метода, обеспечивающей познавательную деятельность студентам. Они следующие, и в теоретическом, и в прикладном отношении. Это объяснительный или иллюстрационный метод, или его называют информационный метод. Проблемное изложение, репродуктивный, частично поисковый, и вы называете эвристическим методом, или исследовательским. Ну, если дать этим методом краткую характеристику, вы это тоже проходили, знаете, как и каким образом этот метод реализуется. Иллюстрационный метод в основном это передача готового материала. То есть его передаёт, его зная, это передаёт сам преподаватель. То же самое относится и репродуктивный метод. И особенно оно реализуется через учебную лекцию. Проблемное изложение. Мы о ней будем отдельно говорить. Что значит проблема? Французское слово проблема обозначает, и вы это прекрасно на житейском уровне сами знаете, что это решение нерешённого вопроса. И часто в нашем общении это слово, это понятие используется очень и очень часто. И когда задаётся, есть ли у тебя проблема, человек отвечает. Если какие-то вопросы, жизненные вопросы не решены, он говорит, да, у меня есть кое-какие проблемы. Дальше. Частично поисковый, евристический. Здесь, конечно, преподаватель даёт определённый материал, но озадачивает своих слушателей, то есть студентов, определёнными задачами, чтобы они были готовы в поиске ответов на этот вопрос. Исследовательский метод, который даёт студентам, да и преподавателю работать над тем или иным вопросом, искать пути разрешения, пути изложения. Этот метод, конечно, во многом и для преподавателя, и для студента является очень продуктивным, потому что она заставляет человека задуматься, мыслить и решать самостоятельно эти задачи. мы уже об этом сказали. Сущность исследовательского метода я уже сказал. Следующим нашим вопросом это методы обучения, которые являются, ну, будем говорить, если не инновационным, но очень продуктивным методом обучения. Начнём с проблемного обучения. я уже говорил, что если я представляю понятие проблемы, конечно, когда мы излагаем то содержание того или иного материала, проблемным обучением мы должны озадачивать студента. очень хорошо, когда преподаватель владеет этой методикой и сопровождая свою лекцию, свою информацию, он должен время от времени озадачивать студентов, задавая им вопрос как, почему, для чего и так далее. В качестве примера хочу привести исследования. Вы проходили предмет политологии, вы проводили социологию, вы знаете, что обозначает слово демократия. Об этом этот термин используется очень часто в практической деятельности управленческого аппарата, практической деятельности работников властных структур. Слово демократия звучит в нормативно-правовых документах и мы должны знать все-таки первый порог высшего учебного заведения вы пройдены. Завтра после окончания университета будете работать в трудовом коллективе. И поэтому смысл содержания безусловно должны знать и сами вы и объяснять тем, если вдруг наступит полемика по этому вопросу в трудовом коллективе товарищами. Демократия обозначает власть народа. Демос кратус. Демос народ, кратус власть. Слово которое явилось тогда, когда в Древней Греции образовалось государство. Этим государством надо было управлять, принимать определенные решения этим государством. Вы знаете Афины и Спарта. И многие решения, многие решения, большинство решений принимались прямым голосованием людей на площади. И таким образом, таким образом, тогда и появилось вот это слово демократия, власть народа. Решения принимались на площади общим голосованием. Позже, позже, когда образовались государственные структуры, в том числе и законодательные ведь государства, демократию понимали в таких двух понятиях. Прямая демократия, представительная демократия. Чистой демократии нет, ее и не было. Есть демократические принципы, демократические принципы, и, конечно, они записаны в основном законе, в основном законе, в ветвственных приказах и инструкциях. есть, еще раз повторяю, нормально надо интерпретировать само понятие слова демократия. и потом правильно их объяснять. Один, несколько примеров хочу вам в этом плане сказать. Вот сейчас в Белоруссии митинги. Какая форма демократии? Это форма прямой демократии. В Конституции разрешены людям выражать свое мнение, свою волю через прямую демократию, через митинги, через шествия, через собрания и так далее. почему в нашей стране разгоняют митинги, запихывают людей в автозаки. Это прямое нарушение демократических принципов моего права на участие в решении тех и длинных государственных задач через митинги, через собрания, они есть в Европе такие методы, которые являются ненасильственными. У нас насильственные меры. Нас бьют, у нас загоняют автозаки. Те же, например, во Франции прошлогодний марш желтых жилетов. И правительство, конечно, не загоняло их в автозаки, не били дубинкой. Конечно, если протестующие, митингующие переходят на анти конституционные действия, противоправные действия, когда начинают рушить, ломать, тогда, конечно, надо применять. Ну и то не дубинки, а слезоточивые газы и бронспойт. Поэтому еще раз повторяю, в конституции записано источником власти является народ. У кого спрашивают, когда принимают те или иные законы? Земля, хозяином земли является народ. Почему тогда в конституции в основном законе записано, ну а почему на практике продают землю, отдают в аренду? Спросили у хозяина земли народа? Нет. Поэтому, дорогие мои, я просто как старший товарищ, как преподаватель с вами делюсь, чтобы вы, мои дорогие, как говорится, правду отличания от плева. Поэтому я вам это говорю. Поэтому, когда мы говорим о проблемном обучении, безусловно, безусловно, находите необходимые правильные ответы на те или иные вопросы. Что такое преподаватель? Почему народ назвал прихватизацией? Рыночная экономика. Что через... Мне объясняли в начале девяностых годов и моему поколению в целом народу, что регулятором рыночной экономики будут денежные отношения, денежная политика. Поэтому всё, что говорят и что делается на практике, чтобы вы чётко отличали, а где правда, а где ложь. вот так я в основе сущность так называемого проблемного обучения. Дальше есть и такие методы, которые называются модульным обучением. что оно из себя представляет? Модуль это часть запланированного учебного материала. В социально-гуманитарных науках есть огромный потенциал, чтобы использовать модульное обучение. И наши уважаемые мои коллеги, в частности Оксана Николаевна, в основном свою деятельность педагогическую деятельность строила, применяя метод модульного обучения. Из большого материала учебного материала в учебнике выделяются определенные части. То есть, как говорится, расширяется учебный материал на части. Ну, возьмем педагогику. можно через модульное обучение, через модульное через использование модульного метода обучать и не опознавать эту дисциплину вот таким методом. Конечно. Ну, например, первый модуль педагогика наука о воспитании. И внутри модуля есть свои разделы. Второй модуль история становления и развития педагогической науки от древнейших времен до сегодняшнего дня. Дальше методы обучения. Третий модуль. Четвертый модуль воспитания и его методы. Вот таким образом педагогическую науку можно разделить на 5 на 6 модулей. Хороший метод? Результативный метод? Да, скажем, да. Потому что практика показывает, когда по частям изучаешь и сводишь эти части в единое целое в единое, понимать, интерпретировать очень и очень удобно. в модульном обучении одним из основных подходов это контроль. Проходя каждый модуль можно закрепить вот этими вопросами, рейтинговых вопросов и выставить определенную оценку. Баллы. И потом, когда 5-6 модулей по дисциплину прошли, прошли, обязательно обеспечивая по каждому модуну рейтинговый контроль, преподаватель уже в целом определяет картину, как усвоен тот или иной материал. В основу модульного обучения появляются следующие требования. Первое это системность. То есть когда мы говорим о системе, это совокупность отдельных частей целого. В целом в нашем примере это объединение различных модулей потом в одно целое, чтобы было достигнуто, как говорится, логический подход. Чтобы один вопрос вытекал из другого вопроса, таким образом мы обеспечим системность модульного обучения. Как я уже говорил, следующее это системный контроль. и чередование познавательных возможностей людей, в данном случае студентов. Когда мы говорим о чередовании, конечно, говорить единство теории и практики, то есть соблюдать те дидактические принципы, которые приявляются к изложению учебного материала. Следующее, уже даже в 60-х годах и по сегодняшнее время принимаемый метод это программированное обучение. достоинство этого метода обучения заключается в том, что оно стимулирует самостоятельную деятельность студентов, потому что из того или иного учебного материала должна создаваться программа, программа, носящая, безусловно, последовательный логический характер, что дает студенту возможность формирования ответственности и программированный метод обучения является одним из стимулов для активизации познавательной деятельности студентов. Дальше развивающее обучение. Что оно из себя представляет? Развивающее обучение – это такой метод, который способствует интеллектуальному развитию человека, в данном случае студента. Поэтому и проблемное обучение, и программное обучение, и использование тех технологий, которые апробированы практикой, стимулирующие самостоятельную деятельность, все они способствуют развитию интеллектуального уровня обучающихся, в данном случае, студенческого коллектива. И мы здесь рассматриваем, ну, коротко буду говорить, каковы организационные формы. Организационными формами апробированными является лекция. лекция. Ну, как педагог хочу сказать, что сегодня очень много дискутируется такая проблема, что лекция является передачей готового материала обучающимся и не ведет к развитию познавательного человека. воспринимает готовый материал и творчески, мысленно ее не обрабатывает. но есть сторонники, которые говорят, лекция была и должна быть сегодня одними из ведущих форм обучения. Форм обучения. Но вы уже знаете, если в советское время лекцию мы читали полтора часа, передавая, как говорится, тот или иной содержание того или иного материала, сегодня лекция 50 минут. Вот с кредитной технологией я всегда нахожусь в поиске ответа на одного вопроса. Что дать в чечении 50 минут? Какие моменты считать главным? какие второстепенные, которые должны студенты сами осуществлять поиск? Я в этом плане несколько дать готовый ответ не готов. Всё кажется главным. Всё кажется главным. Но мы не будем сегодня уходить в глубокие дискуссии, глубокие дискуссии. Все те вопросы, которые, по крайней мере, я, как преподаватель, что не изложено в лекциях, в той или иной лекции, я даю на проработку вам и буду давать, уважаемые магистраты, вам на проработку для самостоятельной работы. Потому что кредитная технология обучения, я уже вам говорил, в какой пропорции я должен давать материал учебный и в какой пропорции вы должны по этой курсу работать самостоятельно 30 к 70 вот таковая процентовка. Но мы с вас в основном конечно будем гадать инженерных кадров, но есть педагогический профиль магистратуры, есть профиль магистратуры у вас, который не изучает педагогику. Учебно-педагогический профиль они безусловно ориентированы на изучение вместе с психологией педагогику, потому что эти люди и как показывает практика нашего университета остаются после окончания магистратуры работать в вузе. И это хорошо. После магистратуры есть второй уровень после вузовского образования это докторантура которая после окончания после защиты диссертации вы получите звание доктора философии в области педагогики. Вот такая организационная семинара семинар занятия самостоятельная работа участие в различных научных кружках участие в различных конференциях в рамках вуза в рамках межвузовских конференций и так далее это все является формами 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 обучения вот таким образом уважаемые я заканчиваю эту лекцию межвузы 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 межвузы